Всем привет, доброе утро, и сегодня новый день, новый влог, и мы вот недавно только проснулись, сейчас я вот убрала постель, немножечко приберу игрушки, которые Мадинка сейчас разбросала, и у нас творение на стене первое, ну почти первое, второе творение Мадины на стене, обычно она никогда так не делала, вчера, я уже во влоге показывала, пока я делала, там занималась своим дипломом, она творила, тут что хотела, муж спал, и она вообще сидела, тут рисовала на стене у меня, молодец вот такая, вот видите, какой у меня ребенок хороший, очень хотелось вчера погулять, но нам вчера было почему-то лень выйти, хотя было всего лишь минус 30 где-то, минус 32, да, сегодня туману уже смотрю намного больше, и прям уже страшно выходить, видимо уже намного больше 30, поэтому сегодня мы сидим дома, а так у мужа сегодня еще один выходной был последний, ну крайний выходной, завтра уже работает, вот, поэтому одна я точно с Мадинкой не выйду, и с Анками, и с ней тяжело, вот, поэтому очень хотелось выйти с мужем, но погода опять подвела, надеюсь, уже сильных морозов не будет, как обычно, он тут муж кушал, надо это все убрать, сейчас я без света тут сижу, ночью у меня он еще энергетики пьет, видите, чаек, это я, по-моему, молоко пила, не убрала, все пустое, постирать это в раковину, вот так вот просыпаешься, когда у мужа выходной, а он кушает, там что-нибудь делает, и потом на утро убираешься, вот так, сегодня не знаю тоже, что вообще готовить, все позаканчивалось, не знаю, что готовить, надо мужу сказать, чтобы яйца не забыл купить, точно пойду напишу, сейчас муж пришел, Мадинке машину принес, новую, тебе нравится? Она очень любит машины, прям вообще любительница, у него точно такой же джип, вон, только белый, теперь у нее вообще куча этих машин, она машины больше, чем куклы любит, вот такая вот девочка, дай-ка, ой, банан, банан ела, это кожура, да, да че, игра, игра, начинаю готовить завтрак, яйца я всегда мою, всегда, мужу с Мадинкой сделаю яички, пожарю, а себе хочу сделать сырники, вот как раз у меня оставались те, что я делала еще давно, вот остатки, штуки, наверное, 3-4 себе сделаю, вот, а сначала я им пожарю яйца, Мадина у меня уже сейчас банан слопала, йогурт съела, и как всегда тут сидит, каждый раз ее ругаю, она что здесь сидит, честно говоря, я люблю кушать, когда мне никто не мешает, когда меня никто не отвлекает, вот, когда меня отвлекают, либо над душой сидят, либо еще что-то, я не люблю, мне кажется, у меня тогда плохо пища заходит, мне надо спокойно сесть, что-нибудь включить, смотреть и кушать, вот. Да, вместо сырников решила нам с Мадинкой кашку сварить, лучше, потому что это и полезнее, и, не знаю, вообще, просто захотелось нам каши. Сейчас пойду в свет. И вот пью теплую водичку, два вот таких вот стакана. Начинаю снова худеть, пока не получится то, чего мы хотим. Вот, потому что смысла не худеть уже нету, по крайней мере, на данное время. Сейчас немножечко вот у меня поварилось, я добавляю туда молоко. Многие говорят, что я резкая какая-то, правда я какая-то резкая? Не знаю, я за собой-то особо не замечаю, ну, что я могу там что-нибудь кинуть резко, или там бросить, швыронуть, не знаю. Почему-то я по себе этого никогда не замечаю. Не знаю, девочки, не знаю. На, а пить? Ты пить хочешь? Да. Зачем ты тут руками-то лезешь? Умница. У Мадинки, почему не знаю, какие-то прыщики начались. Может, это вот, видите? Подожди, так сделаю. Видно вам или нет? Вот видите, какие-то бугорки. И вот здесь у нее нос тоже в каких-то бугорках. И вот тут под глазом уже такой розоватого цвета. И тоже какие-то бугорки типа прыщики. Не знаю, хочу урача вызвать. Но она в WhatsApp там в истории, да, в статусе написала, что она поехала на панихиду, и ее не беспокоить. Поэтому я как-то не хочу ее сейчас писать. Только через медсестру могу связаться как бы с педиатром, чтобы она ей показала фотографию. Вот не знаю, надеюсь, это от кори у нее просто остаточное. Но почему-то я не замечала, что у нее такое было. Страшно, что может это опять какая-нибудь, блин, болечка. Да, Доча? Да. Не хочется, чтобы все болело заново. Сейчас еще сделаю вакуум. Кто не знает, что такое вакуум, просто почитайте в интернете. Про это очень много говорят. Ну, очень много информации про это есть в интернете. Можете прочитать. Вот. Сделаю вакуум. И чуть попозже, потом покушаю, минут через 30, где-то, ну, примерно. Мы чайник сюда переставили. И духовку пришлось от розетки отключить. Но все равно я ей не каждый день пользуюсь. Поэтому чайник пусть лучше стоит здесь, чем на столе. Меня это вообще бесило, что на столе постоянно у нас стоит чайник. Не в тему. Лучше цветы бы стояли, да, здесь вместо чайника. И, кстати, я заказала с Алиэкспресса цветы в вазу. Мама! Смотрите, что, это я чай, кофе несла вечером в комнату. В сериал смотрела и пролила. Надо все мыть сейчас опять. Сейчас подумаю, что мы грязнули какие-то, Мадинка. Где меня? Да, кашка. Как я варю кашку? Сейчас до часа стынет чуть-чуть. Сюда я не добавляю сахар, просто маленькую ложечку. Ложечку. Это, получается, не обычная ложка, да, а там один грамм всего лишь. Сахарозаменителя. И изюм, ну, в качестве подсластителя. Еще у меня есть сиропы от Фитпарада, тоже там ппшные, да. Не знаю, думаю, будет очень лишним, будет очень сладким. Сейчас, доча, маслечко растает. Подожди, остынет. Горячее. Ну, ты потрогай, как его горячее. В общем, у Мадинки такая кашка. Там не работает телевизор, не работает, доча. Телевизор-то не работает. Как ты будешь смотреть? У нас что-то опять Wi-Fi не работает. Не понимаю, почему. И поэтому телевизор со вчерашнего вечера у нас не работает. Хотя приходили к нам техники. Как раз вчера роутер меняли. И, не знаю, видимо, что-то не подключили, то ли что. Но, в общем, не работает у нас. Вот, ладно, я допиваю второй стакан своей воды, делаю вакуум. И уже попозже мы с вами включимся. На улице такая шикарная погода. Как я, оказывается, ошибалась, что похолодало. Но, конечно, немного прохладнее, чем вчера. Но все равно очень круто. Ну, что-то порвалось. Слышите хруст снега? Слышно вам или нет? Мне кажется, он так хрустит сильно. Тоже покажусь. Вообще, на улице погода кайф. Ходила сейчас в магазин. Кое-что купила. Из продуктов чуть-чуть купила. Нескак, что-то на Нескак захотела с молоком. Люблю Нескак. Люблю именно с молоком. Многие в сухую едят. Мне очень нравится. Вот именно Нескак шоколадный. Не с белыми, а вот именно шоколадный. Самый вкусный. Уже все темнеет. На улице уже темнеет. Это вот школа Грессовская. Я через школу все время хожу домой. Ну, с оптовки. Так, путь значительно короче становится. Шла, было очень светло. Сейчас уже потемнело. Ой, приду домой. Уже там увидимся. Рука мерзнет. Вы часто удивляетесь и говорите, как это так Мадина долго так очки носит и не снимает. Какая молодец. Ничего подобного. Снимает и еще как. Где твои очки опять, доча? Почему ты опять без очков? Скажи, пожалуйста. Мадина, тебе надо в очках ходить. Глазки будут болеть. И вот так вот я ее заставляю в последнее время очки одевать. Она их снимает и не хочет. И приходится манипулировать ею. И говорит, что там не будешь мультики, например, смотреть. И так далее. Сижу укутанная в плед. И хочу, чтобы вы мне посоветовали, какую кофемашину приобрести. Я очень давно мечтаю, чтобы у меня был настоящий кофе дома всегда. Варить в турке я не умею. Поэтому даже заморачиваться с этим не хочу. И у мужа прошу кофемашину. Он сказал, что купит. На самом деле это будет подарок мне на день рождения. День рождения я не праздную. Но подарок от мужа все равно жду. И хочу заказать кофемашину. Не знаю, обычную или капсульную. Так как у меня на столешнице места на кухне мало. Я думаю, может взять капсульную кофемашину. Но подскажите, какая лучше и где можно в любой момент эти капсулы купить. Потому что почему-то говорят, что не везде эти капсулы есть. И вот хочу послушать на вашем опыте. Какая у вас кофемашина вкусная ли кофе она варит. Какой кофе обычно берете. Вот мне очень интересно. Все, что вы мне посоветуете. Но желательно такое, чтобы компактная была. Потому что у меня кухня маленькая. И не хочу, чтобы пол столешницы занимала кофемашина. Одним глазом начала смотреть мужское и женское. Моя любимая передача. И занимаюсь с Мадиной. Давай, ищи квадрат. Где у нас квадрат? Вот, давай, синий квадрат. Так, теперь зеленая звезда. Куда мы ее? Вот зеленая звезда, конечно. Теперь давай-ка розовый овал. Куда розовый овал положишь? Молодец, давай. Так, теперь круг. Оранжевый, да? Оранжевый круг. Ну, молодец, давай. Правильно же, давай. В круг. Вот. Теперь сердце. Какого цвета? Красное? Давай. Красное сердце. Голубой пятиугольник. Ух ты, давай. Да, конечно. Так, а это у нас желтый треугольник. Правильно, сюда, конечно. Молодец, всю собрала, да? Теперь давай обратно в пакетик складывай, и я тебе другое задание дам. Другое задание дам. Тут я ей подготовила еще три таких доски. Вот. Сейчас мы с ней, наверное, черепашку на попозже оставим. Сейчас по цветам будем разбирать. Давай, складывай. Потом будем вот эту собирать. Я тебе буду сама доставать, хорошо? Нет. Давай, найди-ка красный карандашик сначала. Даю сначала красные цвета. Мы выкладываем, да, в линию красные, а потом желтый. Красный кораблик. Давай, красному цвету ставь. Красненькому ставь. Нет. Доча, вот сюда ставь красный. Видишь? Красный карандаш, красная шапка, красный корабль. Давай-ка еще что-нибудь красное найдем. Найдем? Где у нас тут красная? Смотри. Красная ракета. Куда мы красную ракету поставим? Вот, конечно, сюда. Умница, давай. Красная ракета, конечно. Так, смотри. Красный круг. Да? Красный круг. Вот сюда, правильно, давай. Но ей бывает зачастую, что она быстро устает и наполовину дела начинает всякую бурду нести, гадать. Хотя знает, что куда какой цвет надо поставить, все равно гадает. Воздушный шар, смотри, Мадина. Воздушный шар. Куда поставишь? Красный. Он же красный. Куда ты красный воздушный шар должна поставить? Ну, конечно. Вот и ставь. Молодец. Вот, давай дальше заниматься. Мадина уже решила ко мне поближе подъехать, пересела. И вот уже собрала целых три ряда. Такая молодец. Смотри, приставка. Она зеленого цвета. Куда мы положим? Куда? Куда ты чего? Вот. Ставь. Вот впервые сели, она не поленилась и все собрала. Правда, иногда цвета путала, потому что она, мне кажется, просто ленится. Давай, теперь собираю в пакет, и мы будем рыбок ловить. Рыбок будешь ловить? Да. Давай, собирай все в пакетик. Будем ловить. И будем рыбкой, рыбок, рыбок ловить. Сейчас я этих рыбок отсюда достану. Да. И вот такой вот тут магнитик и будет ловить рыбок. У нас где-то была такая вторая палка. Это моя подписчица Мадинке отправила подарок. Там много-много всего было. В том числе и вот эту доску. Мадине очень нравится рыбок этих ловить. Я ей говорю, чтобы она... Ну, все, собери, потом будешь этим играть. Давай, все в пакетик ложи. Давай, все складывай, потом будешь дальше играть. Ей очень нравится вот этими рыбками заниматься. И, кстати, это на меткость. Очень сложно одной рукой вот так вот взять и поймать. Мадина иногда даже нервничает начинает. И начинает мухлевать. Второй рукой помогает держать вот здесь кончик. И так помогает. А я ей вторую руку зажимаю. Ну, сейчас покажем, как мы это делаем. Ну, ладно. Так как у меня Мадинка левша, она делает это левой рукой. И вот так вот я придерживаю ей правую руку, чтобы она не мухлевала. Вот видите, начинает придерживать. Одной ручкой давай. Одной. Ты же можешь? Вот. Теперь давай я рыбку заберу. Молодец. Одной ручкой. Умница. Давай я заберу тебя. Так. Одной рукой. Одной рукой. Так. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ой, молодец какая. Поймала кита, да? Кит. 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 Давай. Давай. Нет. Нет. Ручка держи правильно. Давай. Нет. Вот видите, как мухлевать начинает потом. Давай. Я держу. Давай. Возьми палочку. Давай. Давай. Не ленись. Ой. Запуталась, да? Ничего страшного. Давай. Краба хочешь, да? Краба. Оп. Краба поймала. Молодец. Ну, так, девочки, мы с ней играем. В общем, развиваемся. Давай я краба заберу. Пишите, если вам интересно посмотреть, как я с ней... Вот, видите? Ты чё ленишься-то? А? Ты чё ленишься-то? А? Я. Я. Ой, сейчас, ладно, девочки, будем собирать вот эти все игрушки. Сейчас доиграем с ней. Я мужской женской досмотрю. Начну вам ролик монтировать. И выложу сразу же. Чтобы не... Чтобы от графика не отрываться. Вот, девочки. Так что давайте. Всем пока. Салам алейкум. Пишите, девочки, надо ли вам показывать ещё, как мы занимаемся с Мадинкой. У многих детки тоже Мадинкиного возраста. Поэтому надо вам, не надо. Пишите. Да, умница какая. Всё, девочки, всем пока. Скажи пока-пока. На, так сделай. Поцелуй. Поцелуй зрителей. Ой, молодец.